Я знаю, что многие из вас очень любят марку Makeup Revolution, и сегодняшний макияж, наверное, где-то процентов на 90 выполнен как раз-таки этой маркой. У меня появилось достаточно много новинок из линейки Revolution Pro. Это такое небольшое ответвление от их основной линейки, и недавно у них вышло достаточно много новинок. Здесь и консилер, и тональная основа, и карандаши для бровей, и помады, и тени. В общем-то, очень много новинок у них вышло в последнее время, и некоторые прям, знаете, крайне интересные, поэтому не проспите. Есть здесь несколько продуктов, которые вот прям заслуживают вашего внимания. Давайте начнем, как обычно, с глаз. Я сейчас камеру продвинула немножко ближе для того, чтобы вам лучше было видно, как растушевываются тени, как они наносятся. И использовать мы сегодня будем с вами вот эту вот палетку. И конкретно эта палетка называется Restoration. И когда я ее заказывала, кстати, мне показалось, что в ней гораздо больше шиммерных оттенков. Но когда я ее получила и начала рассматривать вживую, то меня она немножко даже удивила, потому что здесь большая часть матовых оттенков и всего 4 шиммерных. И это вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. И что, кстати, здесь крайне удачно для такой именно универсальной палетки, это то, что здесь есть как теплые оттенки, так и холодные. То есть макияж полностью можно построить либо в одной гамме, либо в другой, ну, либо уже миксовать. Поэтому давайте пробовать. Но начнем мы, кстати, даже не с теней, а с базы под тени. У меня тоже есть вот такой вот продукт из линейки Revolution Pro. Это база под тени, называется это Eye Elements. И оттенок у меня Core. Как я понимаю, это средство было сделано как аналог базы MAC Pro Longwear Paint Pot. И, кстати, оттенок практически идентичный оттенку Soft Ochre. И, кстати говоря, это не кремовые тени, как позиционируются те же MAC или, например, Maybelline Color Tattoo. Здесь так и указано, что это Eye Primer, то есть праймер для век. И я, кстати, им уже пользовалась. И у меня по поводу него немножко смешанные чувства. С одной стороны оттенок вот прям практически идентичный оттенку Soft Ochre, как я и сказала. И вроде бы как и наносится похоже. Но в то же время он по ощущениям более сухой, чем MAC или чем тот же Maybelline Color Tattoo. Да, он выравнивает все века полностью. То есть вы видите, да, абсолютно однородный оттенок стал века. Но в то же время я его вижу каким-то как сухарем на веки или что-то такое. Но, тем не менее, не закрепить эту базу я тоже не могу, потому что по ощущениям она немножко липкая все равно сейчас. И она уже начинает на мне скатываться. Вот потихоньку она начинает скатываться в морщинки на веки. Поэтому ее закреплять в любом случае нужно. Но она уже на мне выглядит суховато. В общем-то, странные такие у меня смешанные чувства. И скорее мне этот продукт не нравится, чем нравится. И давайте, наверное, я возьму оттенок Britney. Это очень светлый оттенок на какую-то вот такую пушистенькую кисть. То есть мне, кстати, набирается очень даже так неплохо. Мне не нужно добиться какого-то оттенка. Мне нужно сейчас сработать им как пудрой просто. Закрепляющей для того, чтобы убрать излишнюю липкость. Кстати, палетка эта наверняка понравится тем, кто не приветствует наличие талька в составе. Здесь его как раз-таки нет. Что касается моего макияжа, я, честно говоря, не очень хочу сейчас делать холодный макияж. Наверное, я возьму оттенок Neighbors. Тени по своим характеристикам очень рыхлые. То есть вот как только я начинаю набирать, видно, как тени крошатся у меня под кистью. В то же время они очень хорошо набираются. Но если их стряхивать, то много и осыпается. И это не то, чтобы там плохо или хорошо. Просто это та особенность, с которой приходится считаться. Я вот, кстати, начала уже вот так вот несознательно делать форму Halo Eye. Ну, наверное, давайте ее и сделаем. Потому что я давненько, кстати, не делала какие-то более яркие макияжи. Все нют-нют. У меня этот глаз до сих пор еще полностью не прошел. Тушуются эти тени абсолютно беспроблемно. Нет никаких ни пятен, ничего. И в то же время они пигментированы. Но вот эта проблема с рыхлостью, вот я думаю, вам сейчас должно быть видно, какая дырочка образовалась. Хотя я всего-то просто сделала транзитный оттенок один-единственный раз. В следующем я возьму оттенок Queen. Буду делать, в принципе, абсолютно то же самое. Просто углублять этот оттенок, который я уже нанесла. И Queen тоже абсолютно такой же рыхлый по своей текстуре, как и предыдущий. Теперь мы с вами будем брать оттенок Friends. Однозначный плюс этих теней в том, что они легко тушуются. То есть ошибку сделать очень сложно с этими тенями. Что-то мой макияж все больше и больше начинает напоминать с макияй. Вернее, как? Наверное, на данный момент это напоминает какой-то полный капец. Но с такими макияжами обычно нужно ждать до самого конца. Только в самом конце они именно обретают свою форму. И тогда наступает как раз вот этот момент, когда... Ааа, понятно вообще, для чего это все делалось. Потому что на середине это всегда выглядит ужасно. Тем не менее, в общем-то, мы переходим к самому темному коричневому. Это оттенок Ponytail. Ponytail я точно возьму на кисть карандаш. Вот такую вот. И еще больше затемню уголок глаза. Для того, чтобы сейчас все подчистить вот в этой зоне, потому что сейчас все очень темно у меня там, я возьму оттенок Poster. И, кстати, это тоже хороший такой трюк. На растушевочную кисть буквально совсем слегка наносите какой-то светлый, очень светлый оттенок. И потом по всей тушевке проходитесь этим оттенком. И это как сглаживает все, что вы до этого делали. Я, кстати, вот так вот смотрю на себя сейчас в зеркало и начинаю понимать, что самые насыщенные макияжи я делаю всегда максимально не вовремя, потому что сегодня мы идем на ужин к Никитиным родителям. И я приду такая просто при полном параде, как будто я в клуб собралась вообще, а не на семейный ужин. Еще один трюк, которым я люблю пользоваться, когда я понимаю, что тушевка слишком темная в тех местах, где я ее не хочу видеть, я тогда беру синтетическую кисть, вот такую вот пушистенькую. И на ней не должно быть абсолютно ничего, но тем не менее синтетика очень хорошо работает как ластик. То есть вот так вот вы начинаете подтирать те зоны, где вам кажется, вы слишком переборщили, где слишком темно. И таким образом вы можете корректировать форму, которую вы сделали. Ну что ж, с основной тушевкой, мне кажется, можно уже в принципе заканчивать. Теперь нужно определяться с подвижным веком. Сюда я, наверное, хочу нанести оттенок, который, на мой взгляд, самый яркий. Это French Braid. Это вот этот вот оттенок. Но из-за того, что у меня все так темно сейчас на веке, мне надо, наверное, нанести консилер для того, чтобы не то, чтобы конкретить сделать, а для того, чтобы сделать именно базу, куда этот оттенок прилипнет. Кстати, вот я сейчас это проговорила и подумала, может быть, мне воспользоваться снова вот этой вот базой и попробовать, сработает ли она как консилер. Давайте, наверное, попробуем, потому что это вроде бы как база, и она по своей текстуре, она достаточно липкая. То есть на нее потом оттенок должен хорошо лечь. Я не знаю, скатается это все потом, или наоборот, это все будет хорошо держаться. Но для этого мы с вами здесь сегодня и собрались, для того, чтобы я протестировала и сказала вам, стоит так делать или, может быть, не стоит. И не буду сразу ходить вокруг да около, чтобы эта база не высохла, и сразу сюда буду наносить этот оттенок, набирать его на кисть. Кстати, металлики тоже достаточно рыхлые, но я не буду стряхивать кисть, потому что боюсь, что тогда опять-таки придется долго наслаивать. Ну, я, честно говоря, ожидала, что этот оттенок будет немножко поярче. Вот прям совсем нежнятинка. Мне хотелось чего-то такого вау, какого-то фактора добиться. Но я так понимаю, что я, к сожалению, не смогу с этой палеткой создать то, что мне хотелось. По ресничному краю мне прям не хватает чего-то темного, и я возьму самый темный оттенок в палетке, который называется Closing Time. Блин, из-за этого черного оттенка теперь у меня целый день в голове будет крутиться эта песня. И вот мне просто хочется добавить вот прям в самый уголок по ресничному краю этот оттенок, растушевать его немножко выше со всеми вот этими коричневыми тенями. Так, все, по-моему, пора с верхним веком остановиться. Сейчас я быстро очищу зону под глазами, и мы с вами уже перейдем к нанесению консилеров. Итак, поговорим о консилере. Значит, консилер называется Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer. Я себе взяла оттенок C2, и вы знаете, я сразу перед тем, как заказывать, я почитала состав этого консилера, и вот сейчас вы видите, да, я его даже еще не распечатывала, но у меня уже есть очень серьезное подозрение, что это будет аналог известнейшего консилера It Cosmetics Bye Bye Under Eye. У них абсолютно одна и та же основа, первые два ингредиента полностью совпадают, единственное, они переставлены местами, а дальше ингредиенты похожи, но они просто в другой очередности. Вот давайте сейчас проверим мои экстрасенсорные способности. Мне кажется, что этот консилер будет достаточно густым, вязким, при этом с очень плотным покрытием, и с таким вот немного как жирноватым финишем, вот один в один, как вот этот консилер. Тем не менее, давайте проверять, потому что я сейчас могу очень много умничать, а при этом как бы быть абсолютно неправой. Ну что ж, момент истины. Упс! Вы знаете, он уже достаточно жидкий, я думала, что он будет немножко более плотный. Ну что ж, в принципе, по-моему, я была права, потому что я уже сейчас вижу, что он очень действительно плотный, то есть это выглядит просто полосой такой новой кожи у меня на лице, и видите, насколько он блестит? Я думаю, что вы должны это видеть, то есть он именно такой вот жирненький. И такие консилеры очень сложно растушевываются спонжами, но тем не менее, давайте попробуем. Хотя нет, вы знаете, неплохо он растушевывается спонжем. Единственное, за что я не очень люблю It Cosmetics, это за то, что его обязательно нужно очень хорошо закреплять, иначе в любом случае тушь на нижнем веке у вас будет отпечатываться. Пока этот консилер у меня не скатался, я быстренько пудрой Pixi закреплю это все дело очень тонким слоем. Слушайте, ну я пока в дичайшем просто восторге по поводу этого консилера. Мне действительно очень нравится, как он выглядит у меня под глазами, при этом пока что нет никакого ощущения неприятного именно ни сухости, ни стянутости, не подчеркиваются морщины как-то по-особенному. Но, в общем-то, пока мне очень нравится этот консилер. Конечно, я вам его покажу еще в конце дня, чтобы вы посмотрели, во что это все превратится. Я, наверное, закончу этот смоки, то есть я буду использовать вот эти вот все оттенки, вот раз, два, три и вот этот, для того, чтобы просто внизу вот эту повторить дымку. И буду делать я это с помощью своей любимой кисти. Она вот так вот очень красиво делает дымку, буквально в несколько движений. Перед тем, как наносить тон на лицо, я быстро пройдусь еще праймером. Это тоже линейка Revolution Pro Blur Stick. Я уже пользовалась этим праймером и на камере тоже его показывала. В принципе, я особо вообще не люблю праймеры как таковые и считаю их практически бесполезными. Но этот праймер меня действительно удивил, потому что он действительно заметно выравнивает текстуру кожи, заполняет поры, но при этом он не на основе силикона. В качестве тона я буду сейчас тоже тестировать новинку. Это тональная основа из той же линейки, что и консилер. Full Cover Camouflage Foundation. Я взяла себе оттенок F2. По составу я тоже посмотрела состав перед тем, как заказывать эту тональную основу. Вот здесь, вы знаете, у меня такие сомнительные чувства. Состав у этой тональной основы довольно такой базовый, силиконовый. По объему здесь, кстати, тоже меньше, чем в стандарте. Всего 25 мл. Срок годности тоже всего 6 месяцев. Вот, кстати, я ее набрала на палец. Вы видите, она достаточно густая. То есть не течет абсолютно с моего пальца, не двигается. Так как, кстати, это Full Coverage, то есть плотное покрытие тональной основы. Я возьму свой спонж из микрофибры и посмотрю, насколько он может растянуть этот тон. И вот так вот по нескольким хлопкам я уже вижу, насколько плотная эта тональная основа. Такие текстуры, конечно, на камере выглядят просто безупречно. Если вы снимаете видео, если вы делаете фотографии, конечно, замечательно просто это все смотрится. И потом в фотошопе практически ничего не нужно дополнительно делать. Ну, что я могу сказать? Замазка, конечно, знатная. Я не фанат таких тональных основ. Вот, наверное, если бы эту тональную основу тестировала сейчас Ники Туториалс, она бы сказала, что это просто потрясающее покрытие, супер тон, вообще новое лицо. Но я вижу эффект штукатурки, замазки, шпаклевки, как это ни называй. Очень плотный слой, который при этом и выглядит плотным слоем на лице. Я эту тональную основу однозначно вижу. И даже тот факт, что она перекрыла абсолютно все недостатки на моем лице, даже, в принципе, пигментные пятна, еле-еле видно сквозь эту тональную основу. Но все равно для меня это недостаточный плюс по сравнению с тем, как она выглядит вживую. А вживую она выглядит просто маской. Для бровей у меня есть карандаш Revolution Pro, который называется Micro Blading Effect. И оттенок я себе взяла Dark Brown. Я уже пользовалась этим карандашом, сохранила только коробку, чтобы вам ее показать. Карандаш это классический тонкий карандаш с тонким грифелем. И так как я уже пользовалась этим карандашом, я могу сразу сказать, что у него есть как плюсы, так и минусы. К плюсам я могу отнести то, что он действительно хорошего качества, хорошо ложится, растушевывается красиво в бровях и стойко держится. И также, соответственно, цена это его огромный плюс. Но его минус это то, что оттенок Dark Brown, на мой взгляд, совершенно не Dark Brown. И мне не нравится этот оттенок. Он слишком теплый. И вот сейчас я буду его наносить, и вы сами все увидите. И он какой-то вот просто неудачный. Мне кажется, что сейчас очень многие марки делают вот такие вот подобные карандаши. И делают их действительно хорошо. В том числе из моих любимчиков это Colourpop карандаши, которые называются Brow Boss. Также мне нравится Vivienne Sabo Broward Kit. Хотя тоже Vivienne Sabo это достаточно теплый оттенок. Но все равно, даже учитывая то, что он теплый, это удачный теплый оттенок, на мой взгляд. Здесь же он неудачный. Вот просто неудачный. Также щеточка с другой стороны мне тоже не очень нравится, потому что она какая-то короткая. И ею неудобно прочесывать бровь. То есть она как-то особо свою функцию не выполняет. И вот после того, как я заполняю бровь этим карандашом, она у меня выглядит такой даже рыжеватой, я бы сказала. При том, что это Dark Brown. То есть это темно-коричневый оттенок. И мне кажется, он должен быть гораздо более темным и гораздо более нейтральным, как минимум. То есть даже не то, чтобы холодным, а именно гораздо более нейтральным. Вот у меня сейчас просто вся надежда на тонирующий гель. У меня есть вот такая вот малютка от Benefit. Это Benefit Gimme Brow. Оттенок номер 5. Этот оттенок достаточно темный. И я сейчас очень надеюсь, что это немножко охладит мои брови. И они получше станут выглядеть. Ну, в принципе, да, это вроде и происходит. И последнее, что мне осталось сегодня вам показать, это вот такой вот набор помад. Это, кстати, помады в полноразмерной версии. То есть это не мини. Я себе взяла набор, который называется Bare. И это, естественно, нюдовые помады. Какие же я еще могла взять? И внутри они выглядят вот так вот. Сама помада, кстати, выглядит вот так. Вот это абсолютно классический формат. Сейчас я хочу вам сделать свочи абсолютно всех оттенков. И тогда мы уже с вами определимся, какой из этих оттенков лучше всего подойдет под этот макияж. Помада оказалась настолько кремовой, что она словно тает на губах, пока ты ее наносишь. Тем не менее, мне кажется, смотрится на губах красиво. Это действительно такой классический образ. Что касается оттенка, может быть, он не совсем идеально подходит к этому макияжу глаз. Но из тех оттенков, которые у меня были вот в этом наборе, мне кажется, это, наверное, чуть ли не лучший вариант. Тем не менее, макияж я закончила. Давайте подводить первые итоги. Что касается моих первых впечатлений, то, наверное, больше всего сегодня меня впечатлил консилер. Также меня неплохо удивила палетка теней, потому что, мне кажется, я достаточно неплохой макияж с ее помощью сделала. Единственное замечание, тени достаточно рыхлые. Здесь думайте сами, насколько вам это нравится или нет, и насколько вам легко или тяжело работать с такой текстурой. И также обратите внимание, что здесь, конечно, акцент на матовые оттенки. Шиммеров здесь очень мало, и они все очень блеклые. Также мне понравился этот набор помад, в первую очередь, потому что этот набор стоит абсолютно недорого, и вы получаете 5 разных оттенков помад. Карандаш мне не понравился, в первую очередь, из-за своего оттенка. Ну, вы, собственно, все сами видели. Абсолютно не понравилась эта тональная основа. Очень плотно она лежит, некрасиво тоже она лежит на лице. Также мне не нравится эта база. Она тоже суховато как-то навеки выглядит. И я бы лучше купила Maybelline Color Tattoo. Тоже недорого стоит, но при этом гораздо лучше ложится на веко. А что касается этого праймера, то если вы смотрели мое предыдущее видео о Makeup Revolution, вы знаете, что он мне нравится. С тех пор, как я выпустила то видео, я им достаточно регулярно пользуюсь. И если вы искали праймер без силиконов, который бы заполнял поры и сглаживал текстуру, то, возможно, стоит обратить внимание на этот. Ну и в завершении этого видео давайте я вам, конечно же, покажу макияж при дневном освещении в макросъемке. Единственная оговорочка, сейчас темнеет очень рано. И вообще сегодня такой очень угрюмый и серый день. Я, конечно, сняла кадры при дневном освещении и постараюсь максимально вам передать то, как это выглядит вживую. Но, тем не менее, делайте поправку на то, что освещение достаточно плохое. Тем не менее, я думаю, что все текстурные проблемы, о которых я говорила в плане того, как это все лежит, вы 100% увидите. А у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И если вы еще не смотрели видео, которое вам предлагает YouTube, можете, конечно же, их посмотреть. А если вы их уже видели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.